Мы продолжаем наши разговоры про какие-то важные оперные спектакли нашего времени. И сегодняшний разговор, он с одной стороны будет продолжать разговор, который мы вели практически месяц назад, когда говорили о трестании Кристофа Марталера. А с другой стороны, он будет монтироваться с заключительной нашей встречи, которая пройдет, по-моему, 8 июня в субботу. Потому что два спектакля, о которых мы будем говорить сегодня, о которых мы будем говорить через три недели, на самом деле они поставлены на одну и ту же тему. И к проблемам современной актуальной оперной режиссуры сегодня подходят с разных сторон. Но на самом деле они вскрывают эти проблемы по-разному, но говорят об одном и том же. Каким образом сегодня может быть актуализирован классический хрестоматийный оперный текст, каким образом он, с одной стороны, может быть введен в контекст актуального сегодняшнего современного театра, а с другой стороны, каким образом мы можем преодолеть некоторую, даже не исчерпанность смыслов, потому что интерпретация, конечно же, безгранична и может продолжаться сколько угодно долго. Но вот мы говорили в прошлый раз в связи с Тристаном Марталера о некоторой усталости материала, о некоторой усталости оперных партитур, которые под воздействием постоянных попыток их переосмыслить, переинтонировать, поместить в новый контекст, в новую акустику и так далее, и так далее, их материал устает. И, собственно, об этом в том числе поставил своего Тристана в 2005 году Кристоф Марталер. И мы завершаем наш цикл сегодня и через три недели разговорами о двух спектаклях режиссера Дмитрия Чернякова, о его Тристане мы уже говорили в конце марта. И вот как раз эти два спектакля, Парсифаль и Кармен, спектакли, которые были поставлены совсем недавно, в 2015 и в 2017 году, они предлагают как бы некий, не то чтобы принципиально новый подход, вот Кармен, да, в большей степени там можно говорить о некой принципиально новой режиссерской методологии, да, но они предлагают совершенно неожиданный свежий взгляд на то, как режиссура может, с одной стороны, работать с этими хрестоматийными оперными текстами, а с другой стороны, каким образом она может включать весь вот этот проблемный контекст их бытования на современной сцене, истории интерпретации, включать в себя и таким образом их актуализировать, да, когда контекст бытования этих произведений становится тем, как бы, полем, с которым режиссер работает и который позволяет ему совершенно новую энергию какую-то производить. Значит, это была такая не очень ловкая преамбула, как-то я попытался объяснить, почему, именно этими двумя спектаклями мы заканчиваем наш цикл в электротеатре в этом сезоне, и сейчас мы переходим, собственно, к разговору о Парсифле. Значит, я должен сразу сказать, что я страшно, ну, как-то мучился вот перед сегодняшней нашей встречей, потому что спектакль большой, спектакль устроен таким образом, что там очень трудно выбрать, как бы, что, как бы, на чем сосредоточиться, да, понятно, что мы не можем посмотреть весь спектакль, хотя это один из лучших спектаклей Чернякова, который устроен, может быть, из последних его, там, работ 10 лет, может быть, самый удачный. И он устроен таким образом, ну, вот, как бы, ровно то, что в русском театре называется «петелька-крючочек», да, невозможно, то есть если ты перескакиваешь, если ты не идешь последовательно, и ту, как это называется, ту кружево, психологическое, концептуальное, которую режиссер выстраивает, вот, первая сцена к последней, если ты, вот, вслед за ним не идешь и, как бы, это кружево, этому кружеву не следуешь, то неизбежно абсолютно возникают потери, да, но одновременно, и мы будем смотреть сегодня непоследовательно. Вот если во всех, значит, наших предыдущих встречах мы шли, ну, вот, просто по тому, как спектакль поставлен, то сегодня мы будем от этого простого довольно принципа отходить, потому что нам важно сфокусироваться на неких особенностях устройства этого спектакля, и поэтому нам будет важно посмотреть и сравнивать сцены из разных актов для того, чтобы понять, как режиссер выстраивает здание своего спектакля. Значит, мы каждый, практически, наш разговор начинаем с контекста, в котором появлялся тот или иной спектакль, о котором мы говорим, и сегодня это, наверное, особенно важно, да, потому что Черняков всегда очень плотно взаимодействует с тем контекстом, с теми предлагаемыми обстоятельствами, в которых ему предстоит выпускать ту или иную работу. Так было, когда он, например, ставил травиату в Милане, в Сеатре Ла Скала, да, свой самый традиционалистский спектакль, в котором его режиссерское присутствие очень дозировано, оно очень аккуратно, он очень понимая, так сказать, и учитывая контекст работы с главной итальянской оперой в главном итальянском оперном театре, выстраивает совершенно как бы особым образом свое взаимоотношение с этим произведением. С Парсифалем история, в общем, похожая. Значит, к тому моменту, когда музыкальный руководитель берлинской штат-сопер Даниэль Баренбойм предложил Чернякову поставить Парсифаля, они уже много лет работали вместе. Черняков, как вы, возможно, помните, впервые работал на Западе как раз в берлинской штат-сопере, это было в 2005 году, он поставил Бориса Годунова, потом он поставил игрока Прокофьева, царскую невесту римского Корсакова, очень важные спектакли, у них образовался такой прекрасный творческий тандем с Баренбоймом. Вот только что пару недель назад в Берлине вышло обручение в монастыре Прокофьева, их очередная совместная работа. В ближайшем будущем они готовятся начать работу над постановкой Вагнеровского кольца. С Парсифалем история была очень особая, потому что, как вы помните, в Германии существует такая давняя, практически столетняя культурная традиция. Каждую Пасху, каждое пасхальное воскресенье и всю неделю, которая предшествует пасхальному воскресенью, в театрах Германии показывают последнюю оперу Вагнера. И, конечно, постановка Парсифаля в штат с опера происходит достаточно редко. В среднем новые постановки Парсифаля появляются где-то раз в 10-15 лет. В Берлине, по крайней мере, такой был шаг. Это, конечно, событие не просто очень ответственное для любого режиссера, но это событие, которое с самого начала погружено в совершенно определенный социокультурный контекст. Вагнарианство как культ, вагнарианство как своеобразная религия, вагнарианство как крайне консервативная среда, крайне консервативное сообщество, крайне консервативная идеология. Тут еще довольно важно то, что премьера Парсифаля должна была состояться собственно на фестивале пасхальном, который проводит штат с оперы. Это фестиваль Фестаги, который проходит каждый год на Пасху, и в программе которого обязательно за редким исключением, редчайшим исключением, должна значиться какая-то опера Вагнера. Чаще всего это Парсифаль и что-то другое. Или только Парсифаль. Так было в 2015 году, когда Черняков выпускал в штат с оперы свой спектакль. И надо сказать, что публика, которая в эти дни наполняет штат с оперы, она очень сильно отличается от даже той публики, которая ходит в берлинскую государственную оперу обычно. Это, повторюсь, прежде всего служители вагнеровского культа. Очень особое сообщество. И Черняков, который любит повторять о том, что для него каждый раз крайне важно найти какие-то точки пересечения между произведением, которое он ставит, и между той публикой, которая, между сегодняшним днем и между той публикой, которая приходит смотреть или может прийти этот спектакль смотреть, им очень важно найти какие-то вот точки контакта. И, собственно говоря, этот контекст появления спектакля, контекст показа спектакля, а надо сказать, что у него была невероятно удачная для спектакля Чернякова и вообще для оперных спектаклей сегодняшних судьба, он шел на протяжении четырех лет в штат с оперы в рамках Пасхального фестиваля, соответственно, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й год. В прошлом году, прошлую весну, он был показан в последний раз. Собственно, Черняков воспользовался этим контекстом, использовав его просто как фундамент, на котором он выстроил свой спектакль. Значит, для Чернякова в данном случае весь вагнеровский миф и вся вагнарианская идеология, он ее рассматривает как некий частный случай культурного консерватизма. То есть это тот референс, который безошибочно опознается аудиторией и который позволяет крайне, с одной стороны, для рядового посетителя оперного театра в Германии и вроде бы вполне, так сказать, с детства знакомые какие-то понятия сюжетику и символику партифля. А с другой стороны, как мы помним, это все-таки, ну, помимо того, что это одно из самых сложных с точки зрения просто сюжетики и каких-то смысловых конструкций, которые композиторам заложены в этом произведении, самая сложная партитура Вагнера. С другой стороны, там есть всегда самая сложная проблема с Парсивелем, которая заключается в том, что, собственно, то, о чем говорится в этом произведении, это какие-то довольно абстрактные материи, которые очень трудно не заземлить, но перевести на некий более или менее понятный так называемой простой публике, которой, конечно, не существует язык. И как раз Черняков хватается за весь этот консервативный контекст вагнарианства как за некую точку, которая позволяет ему перевести партитуру Вагнера из абстрактно-символического поля в какой-то предельно конкретный контекст. Контекст, который очень легко считывается, а с другой стороны, который позволяет ему вести очень сложный и очень высокого регистра разговор о неких насущных социокультурных проблемах, с которыми сталкивается современный человек и современное европейское общество. Значит, а вот что как бы важно? Скажите, а есть люди, которые видели этот спектакль, которые смотрели его? Нет? Окей. Значит, тогда я должен сказать, я просто скажу пару слов, поскольку мы будем перескакивать и поскольку мы будем сегодня идти непоследовательно. Значит, как бы как всегда у Чернякова есть как бы два уровня повествования, да? Есть с одной стороны вот то, что называется простая человеческая история, которую режиссер в этом спектакле рассказывает, да? Ну, как бы некий сценарный план, некая фабула, которая с одной стороны как бы довольно сильно отличается от как бы оригинального сюжета, да? Но она его как бы, так сказать, транспонирует в некую современную реальность, да? Значит, а с другой стороны есть некий сверхсюжет, собственно, на котором мы сегодня попытаемся остановиться, который режиссера очень волнует и который в этом спектакле совершенно замечательно выговорен, да? Очень подробно и очень театрально. Значит, как бы внешние контуры истории, которые рассказывает Черняков в этом спектакле, очень просты. Значит, как всегда у него, у этого режиссера, перед началом каждого акта на занавесе появляются титры, которые поясняют контекст того, что публика увидит дальше и дают некие сюжетные подпорки для рассказываемым режиссером истории. Значит, Черняков рассказывает историю некой группы аутсайдеров, отшельников, которые решили отринуть всю как бы современную социальную жизнь, они отринули жизнь в современном обществе и уединились в месте, где они проводят время за совершением определенных ритуалов, да? И когда зрители смотрят спектакль Чернякова, на протяжении большей части времени совершенно непонятно, как бы, собственно, что это за ритуалы, да? Понятно, что есть некая секта, которую возглавляет, ну, секта в кавычках, да, которую возглавляет Гурнеманс, секта, которая существует по очень таким патриархально-консервативным как бы привычкам, да, устоям, что ли. И до поры до времени содержание этих ритуалов не раскрывается, да, собственно, первый фрагмент, который мы будем смотреть сегодня, через несколько секунд, это приблизительно середина первого акта, когда, например, вплотную подводят зрителей к, собственно, сюжету, как бы, да, одновременно и сюжету, и сверхсюжету своего рассказа, да? Значит, в это пространство, в котором обитают участники этой секты, появляется пришелец Парсифаль, который выглядит, как вы потом убедитесь, увидите сами, таким современным туристом, да, туристом, который, возможно, так сказать, из спектакля это, в общем, как-то дается такими полунамеками, который занимается тем, что называется в современном мире темный туризм, да, то есть это люди, которые посещают какие-то заброшенные локации, труднодоступные, в которые, возможно, закрыт доступ, рискуя, ну, такой вид, как бы, рискованного туризма, который повышает уровень адреналина в крови. И дальше вот на этом столкновении очень закрытой структуры и пришелеца извне будет выстраиваться некий режиссерский сюжет. Значит, но это как бы, это только внешний, как бы очень внятно и очень подробно режиссером выговариваемый план действия, но это только внешняя канва, да, которая нужна режиссеру для того, чтобы подвести зрителя, собственно, к предмету разговора. Значит, сейчас я попрошу погасить свет, и мы посмотрим довольно большую первую сцену, значит, которую мы будем сегодня смотреть. Это рассказ Гурнеманца, значит, как вы помните, это где-то приблизительно середина первого акта Парсифоля, в которой, значит, ну, вы помните, да, что у Вагнера очень часто один из таких характерных для него, излюбленных для него драматургических, излюбленных его драматургических приемов, когда в какой-то момент действие останавливается и герои погружаются в, как это называется, краткое содержание предыдущих серий, да, в рассказывание предыстории тех событий, которые разворачиваются в произведении, да. И, собственно, рассказ Гурнеманца – это тот самый эпизод, в котором рассказывается обо всей истории, которая предшествует тем событиям, которые разворачиваются в Парсифоле, да, о короле Титуреле, который в какой-то момент стал обладателем священных реликвий, чаши, в которую капала кровь Христа и священного копья. он рассказывает о сыне Титуреле Амфортосе, который стал жертвой волшебника Клингзора, который нанес ему смертельную рану, которая приносит ему невероятные мучения. Значит, вот, да, как бы подробный пересказ, так сказать, всей предшествующей, всей подоплеки действия. Значит, сейчас мы посмотрим, потом традиционно поговорим об этом. Перед началом очень важной литургической сцены, о которой мы будем говорить, о которой мы будем смотреть чуть позже, Гурнеманц, как бы предваряя ее, обращается к Парсифолю и произносит следующую фразу. Смотри, мой сын, пространством стало время, да? Вот место действия спектакля Чернякова – это время с большой буквы, это большое время культуры. И, собственно говоря, все то, что происходит в спектакле, это очень болезненное выяснение взаимоотношений между гигантскими темпоральными пластами, да? Как они соотносятся друг с другом? Что они значат для героев постановки? Что они значат для зрителей, которые сидят в зрительном зале и которые смотрят запись спектакля, которая была издана несколько лет назад на DVD? Значит, вот этот момент такой болезненной упоенности, маниакальной зацикленности на прошлом, да? Он для конструкции спектакля невероятно важен. И это тот случай, когда… Почему я бы сказал о том в самом начале, что Парсифель на самом деле, наверное, один из самых удачных спектаклей черникова, он берет как бы некий один мотив, который он невероятно последовательно выговаривает на самых разных уровнях, да? И спектакль устроен таким образом, что в нем нет элементов, которые говорили бы о чем-то другом, да? То есть он берет какой-то один мотив, который лейтмотив, да? Совершенно по-вагнеровски, да? Который он оркеструет самым разным образом, да? Он дает звучать его в самой разной смысловой инструментовке, да? Причем потом мы увидим о том, как этот мотив разрабатывается просто в пластической ткани спектакля на уровне как бы системы арок, да? Которая этот спектакль простраивает и как бы… которая опирается на этот смысловой фундамент и все это здание организует, да? Значит, вот это важнейшая, ключевая оппозиция спектакля Чернякова – старого, исчезнувшего, умершего или обреченного на умирание и нового, да? Значит, причем очень важно, да, что Черняков обращается не просто к какому-то абстрактному прошлому культуры, да? То, что он обращается к прошлому театру, да? Для него этот как бы авторефлексивный разговор о истории современности театра, театра оперного, всегда был невероятно важен, да? С первой же его большой работы спектакля Мариинского театра 2001 года «Сказание о невидимом городе Китеже», где в качестве антрактных занавесов он использовал оригинальное оформление мировой премьеры Китежа в начале XX века, спектакль Мариинского театра, который оформлялся Воснецовым и Коровиным. И вот кто видел этот спектакль, помнит, что, особенно в первом акте это было очень театрально, очень живописно и невероятно эффектно, когда как бы сценическая реальность спектакля 2001 года Мариинского театра возникала как бы в прорезях этого антрактного занавеса, да? И как бы картинка современной постановки Китежа проступала сквозь историческую картинку Китежа, да? В 2011 году, когда Черняков ставил Руслана и Людмилу на открытии исторической сцены Большого театра, там была одна сцена, которая, на самом деле, лучшая в спектакле, на которую мы мало все обратили внимание на премьере, но которая была, на самом деле, очень говорящая. Там, кто видел этот спектакль, те помнят, что на празднике, посвященном Руслану и Людмиле в качестве, ну, как это называется на современном языке, аниматоров, да, были такие герои, одетые в карнавальные костюмы, собственно, героев Руслана и Людмилы. А, значит, там была голова, там был черномор с гигантской бородой и так далее, и так далее, и так далее. И эти герои, которые, значит, воспринимались совершенно в таком как бы травестийно-ироническом ключе, как бы помимо иронии Чернякова, конечно, это была картинка старого театра, да, потому что эти герои выглядели ровно так, как герои оперы Глинки Руслана и Людмила, какими они, а, не выглядели в спектакле Чернякова, но такими, какими они выглядели в традиционных постановках Руслана и Людмилы. И как бы современный театр встречался с театром старым, да. И кроме иронии, такой очень доброй, лукавой иронии Чернякова, в этой сцене, конечно, сквозила страшная грусть, потому что Черняков показывал тот тип театра, который безвозвратно ушел. Его совершенно невозможно реанимировать, восстановить, сделать живым и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на всечаяние консерваторов, да, у него не было никакого отношения, он не, так сказать, как-то не говорил, что этот тип театра мертвый, нет. Он просто говорил о том, что этот тип театра ушел, его нет, его невозможно, как бы, возобновить и вернуть в актуальный контекст современной сцены, да. Значит, и вот эта авторефлексия, которая, как бы, эта тема авторефлексии, которая, конечно, в Парсифале, с одной стороны, находит кульминацию в творчестве Чернякова, и которая позволяет это вагнеровское произведение увидеть совершенно по-новому, открыть его совершенно новыми ключами. Значит, сейчас мы посмотрим несколько эпизодов из кульминации первого акта, из вот этой знаменитой сцены причастия, в котором Вагнер просто напрямую реконструирует фрагмент литургии, очень важный в драматургии всего произведения и очень важный для драматургии спектакля Чернякова. Сейчас мы посмотрим, а потом поговорим о нем. Значит, с другой стороны, есть, как бы, реальное, лишенное, как бы, всякой идеологической подоплекки чувствование Парсифаля, да, который ничего не знает, да, как бы, в прямом смысле чистый лист, да, как бы, о ритуале и о подоплеке культурной, того ритуала, который воспроизводится в сообществе, о которой он попал, он ничего не знает, да. С третьей стороны, как бы, есть кундри, да, которая, как вы помните, очень важная, как бы, составляющая конфликта Парсифаля, которая в спектакле Чернякова, почему она оказывается такой, как бы, наиболее близкой Парсифалю героини, да, потому что для Чернякова всегда у него есть, вот, как бы, эта последовательность героинь, которые кочуют из спектакля в спектакль, да, такие носительницы асоциального женского начала, да, Татьяна, да, в Евгении Онегине, совершенно неожиданные параллели, да, Татьяна в Онегине и, допустим, кундри в Парсифале, да, которая чувствует, да, которая переживает, да, которая способна на простое прямое чувствование, да, значит, таким образом завязывается конфликт. Значит, тут есть, как бы, довольно важный сюжет с этим спектаклем, связанный с, как бы, выходом на какой-то очень большой разговор, потому что вся эта вагнарианская история для Чернякова, конечно, становится только коридором, да, по которому он выходит на одну из, вообще, ключевых проблем современного мира, современного мироощущения, мироощущения сегодняшнего человека. У Бориса Гройса, выдающегося философа, в одном из интервью, у него была такая прекрасная мысль, когда интервьюер спросил у него о состоянии современного человека, чем его, ну, какой формулой чувствования современного человека можно было бы определить. Гройс определил его следующим образом, я процитирую. «Есть ощущение, что будущее в какой бы то ни было форме влечет за собой некие неприятности и ухудшение того, что есть. Общая тенденция заключается в том, чтобы как-то удержаться и сохранить то, что присутствует сегодня». Иными словами, сейчас актуально спасение от будущего, да, и, как бы, вот этот восторг, радость и узнавание, да, который испытывают подопечные гурнеманцев в спектакле Чернякова, вот это постоянное переживание раз за разом реанимируемой традиции, да, это ровно то, о чем говорит Гройс, да, почему, как бы, консервативные позывы сегодня так остры и так актуальны, да, причем интересно, что Черняков просто эту, как бы, ну, вот метафору, он ее, как бы, визуализирует, да, причем визуализирует в очень, обеществляет ее в очень тесной связи с вагнеровской музыкой. На самом деле это один из самых музыкальных спектаклей Чернякова, да, он невероятно пластически отзывчив к вагнеровской музыкальной натургии. Значит, мы посмотрим небольшой кусочек, совсем небольшой, с Амфортосом из этой сцены, чтобы было понятно, о чем я говорю. Нужно, как бы, обладать очень хорошим знанием немецкого языка, в смысле, ну, в оригинале, да, чтобы продираться сквозь туманности и неясности, эфемерности каких-то смыслов, которые возникают у вагнера, да. Значит, вот эта связь между, значит, если вы помните ли Брэд, да, значит, вот эта сцена причастия, да, значит, как там все устроено, да, значит, рыцари собираются для того, чтобы им был явлен Грааль, да. При этом у вагнера написано таким образом, да, что каждое явление Грааля заставляет Амфортоса страдать. Оно раскрывает его рану, ту самую рану, которую ему нанес Клингзор, да, когда-то. Значит, понять, какая связь, ну, в смысле, понятно, что она, так сказать, как бы на то это и партия, чтобы она не была как бы проговариваема, да, ну, в системе каких-то причинно-следственных координат, да. Эта связь мистическая, понятно. Но как бы ни один из постановщиков последней оперы Вагнера как бы не потрудился как бы эту связь каким-то образом и веществить, да. Значит, эта сцена в спектакле Чернякова, которую, значит, мы сейчас посмотрели, она как бы вот важна как бы с двух, как бы она важна для нас как бы по двум причинам, да. Значит, во-первых, ну вот вся как бы партия Амфортоса и весь музыкальный материал, который связан с этим героем, в Парсивале, как вы помните, написано таким образом. Это такой, ну, как бы характерный, характерная как бы примета позднего вагнеровского стиля. Да, мы ежимся, да, когда это видим, да, особенно на крупных планах в записи, да. Черняков заставляет нас почувствовать вот эту особенность вагнеровского позднего письма, ну вот буквально нутром, да, с одной стороны. А с другой стороны, вот эта связь, почему каждое явление Граля вызывает такие страдания у Амфортоса, да. Черняков дает очень простой ответ на этот вопрос, да, потому что это постоянное возвращение к традиции, к прошлому, да, это постоянная попытка его реанимировать, приводит в какой-то момент к чудовищным, так сказать, мучениям, да. Это невозможно, невозможно реанимировать то, что уже ушло. И, значит, вот, к сожалению, значит, в той версии спектакля, которая была записана, как бы это не вполне очевидно, значит, там есть одна замечательная подробность, да. Вот эта кровь, которую выдавливают из раны Амфортоса, ее настолько мало, что для того, чтобы причаститься рысарям Грайля, ее приходится разводить в воде, да. Ну, как бы такая прекрасная черняковская веществление метафора о том, обескровленности традиции, да. Если ты ее воспроизводишь из раза в раз, в какой-то момент она просто перестает, как бы, быть живой, да. Она перестает, так сказать, в буквальном смысле быть полнокровной, да. Значит, сейчас вот на этом, значит, пожалуй, мы остановимся в более или менее линейном, значит, мы посмотрели несколько подряд сцены с первого акта, дальше мы будем идти по сопоставлению каких-то важных эпизодов, рифмующихся между собой в спектакле Чернякова для того, чтобы приблизиться к тому сверхсюжету и проанализировать, каким образом Черняков его выговаривает в постановке. Значит, вот это пространство, в котором происходит действие первого и третьего акта спектаклей. Значит, что это такое, да. Значит, здесь не очень хорошо на экране видно, это не очень качественная телевизионная запись, DVD-версии как-то все более четко и явно видно, что было видно из зрительного зала. Значит, это пространство, которое напоминает такую перестроенную восьмигранную базилику, да. Это некий заброшенный, полуразрушенный храм, который как бы лишился изначального смысла, да, он утратил свое содержание, да. То есть это как бы некое культовое пространство, которое заброшено, да. И это как бы ровно, как бы тот очередная вариация, в данном случае пространственная вариация, того сверхсюжета, который возникает в спектакле Чернякова. И самое интересное, говоря о пространстве спектакля Чернякова, это то, что режиссер устраняет в своей постановке, казалось бы, ключевую для вагнеровского произведения пространственную оппозицию. Значит, вообще устройство, география Парсифоля у Вагнера это два склона священной горы Монсальват. Значит, один склон — это рыцари Грааля, братство Грааля, а второе пространство — это волшебные сады Клингзора, да. С одной стороны пространство чистоты, с другой стороны пространство греха, пространство добра и пространство зла. Вот самая как бы невероятная в этом смысле история, которая у Чернякова возникает, он вообще в лучших своих спектаклях очень часто дает такие невероятные театральные эффекты, которые как бы на первый взгляд кажутся просто очень броскими, на самом деле в них заключен глубокий смысл, который воздействует на публику, с одной стороны, прямо эмоционально, это некий, как любит Черняков повторять, эмоциональный ожог, а с другой стороны они как бы несут некий очень важный месседж, да. Сейчас мы посмотрим самое начало второго акта, и для того, чтобы стало понятно, о чем я говорю. Что такое пространство первого и третьего акта? В третьем акте он возвращается к пространству первого акта. Это пространство памяти, да, это пространство возобновляемой традиции, это пространство знания, да. Значит, вот это стерильное, с идеально ровными стенами, выкрашенными в один и тот же тон, такой тревожный как бы цвет, да, это пространство забвения, да, это пространство незнания, это пространство невинности, да. Значит, вот эти бесчисленные, значит, дочки Клингзора, это очень забавно, да, как бы как Черняков вычитывает, как бы самые парадоксальные ходы из, как бы, ну просто буквы, да, вагнеровского текста. Значит, первая реплика, которую произносит Парсифаль, когда он попадает в царство Клингзора и видит, значит, вот этих прекрасных дев, которые Клингзора окружают, первая реплика, которую Парсифаль произносит во втором акте, по-моему, их шой на киндерн, да, прекрасные дети, вот не девы, да, а дети именно, да, как бы на это никто из, как бы, постановщиков как-то не обращал внимания, да, и, как бы, таким образом, да, вот такой совершеннейший, как бы, удар под дых публики, да, я хорошо помню, что в 15-м году на премьере, когда, ну, на самом деле, ну, когда просто люди смотрели первый раз этот спектакль, потом-то это разошлось уже, как бы это знание того, что будет во втором акте, а этот вздох совершенно такого восхищенного, восхищенной неожиданности, которую издавал зрительный зал на каждом из представлений, это, на самом деле, дорогого стоило, да, такой ход немножко в духе Вотсака Марталлера, да, в свое время Марталлер поставил знаменитый спектакль Вотсак по опере Альбана Берга вместо, значит, такого, как бы, модернистского сумрачного пространства, в котором обычно, значит, постановки Вотсака разворачиваются, это было сыграно в белом павильоне, в, значит, павильоне какой-то столовой, значит, в котором разворачивался такой детский день рождения, бегали дети радостные, значит, разноцветные шарики и так далее, но то, чего ты меньше всего ждешь от Вотсака, да, значит, ну, вот то, чего ты меньше всего ждешь от второго акта Парсифоля, да, как бы никакой, так сказать, вот этой ардекошной неги, да, чувственной, значит, Вагдаровского сада земных наслаждений здесь нет и в помине, да, значит, вот, значит, сейчас мы подбираемся к одному очень важному сюжету, о котором я хотел бы поговорить, значит, как Черняков просто в прямом смысле строит спектакль, да, как он строит архитектонику спектакля. Значит, если вы обратили внимание, мы уже насмотрели довольно, ну, большое количество каких-то разных эпизодов спектакля, там все время совершенно по-разному повторяется одна и та же, один и тот же очень важный для Парсифоля Чернякова образ, образ пространственный, да, это образ круга, да, это либо круговые мизансцены в первом акте, да, значит, рыцари Граля, значит, в сцене причастия, это сама конструкция, значит, этой восьмигранной базилики, да, значит, это, ну, вот вплоть до, я не знаю, там, да, Клингзора, который в ожидании Парсифоля вертится вокруг собственной оси на этом, значит, подвижном стуле, да, да, значит, вот этот образ круга, да, круговые мизансцены, они в действии спектакля Чернякова узловые, да, на них все строится, а к ним все приходит рано или поздно, да, они появляются в наиболее значимых ключевых сценах спектакля и рифмуются друг с другом, определяя всю архитектуру постановки, да, значит, это самый в этом смысле стройный и ясный пластический пространственно из всех спектаклей Чернякова, которые он сделал за всю свою карьеру, значит, причем интересно, да, что как бы смысловая подоплека этой круговой мизансцены, она как бы совершенно по-разному в спектакле раскрывается, да, значит, поначалу, значит, в начале первого акта, когда режиссер показывает нам жизнь вот этого замкнутого сообщества, да, про которое мы пока мало что знаем, да, значит, еще до рассказа Гурнеманца, да, значит, возможно, вы помните о том, что для, как бы, Чернякова вообще мотив вот этих людей, которые отринули, как бы, всякую общественную жизнь и, как бы, живым, таким вот живым кольцом, да, обособились от внешнего мира, он вообще как бы очень важен, да, Китиш, диалоги кармелиток, жизнь за царя, это такой для него как бы страшно важный сюжет, да, потому что, как бы, для Чернякова вот эта оппозиция частной человеческой жизни и общества, общество, которое понимается как носитель совершеннейшего зла, конечно же, вот в Парсифале он приходит к совершенно неожиданной для себя мысли, да, к мысли о том, что на самом деле в этой замкнутости жизни сообщества вот этих людей, которые отринули социальную жизнь, есть некая удушливая клаустрофобичность, да, есть, как бы, дурная повторяемость, ничего хорошего, как бы, в этом нет, да, и ждать от этого не приходится, да, и, как бы, поначалу эта круговая мизансцена, да, значит, в первом акте в сценах с рыцарями Граали, да, она воспринимается как, ну, такое вот плечом к плечу отстоять право на какое-то отличное от повестки дня, которую диктует большинство существования, да, однако по мере того, как режиссер выговаривает этот свой сюжет, да, мы понимаем, что вот эта кольцевая мизансцена, она скорее про все-таки дурную повторяемость, да, которая ни к чему хорошему не приводит, да, значит, а сейчас мы посмотрим просто для того, чтобы немножко показать второй акт сцену появления Парсифоля, в котором эта круговая мизансцена тоже в очередной раз и в изумительной пластической красоты сцене повторяется, да, а потом перейдем к третьему акту. Как Черняков приходит к третьему акту и к, как бы, ну, точке, да, которую он ставит в произведении, да, к кульминации, к развязке своего спектакля. Значит, ну, первый акт понятно, да, значит, все вращается вокруг фигур Амфортоса и Гурнеманца, да, значит, второй акт, соответственно, это Клингзор и Кундри. Значит, в этой логике вещей третий акт, финал Парсифоля в центре этой круговой мизансцены должен был бы стать главный герой, первый главный герой спектакля. Но Парсифоль Чернякова совершенно не желает оказываться новым мессией, да, он совершенно не желает оказываться новым лидером братства Грааля, да. И, как бы, то, что происходит в спектакле, это очень интересно, да, как бы, как режиссер последовательно выстраивает, значит, эту историю рифм круговых мизансцен, чтобы в финале эта мизансцена распалась, да, чтобы упорядоченная система, система, которая тяготеет к упорядочению, к замкнутости, да, чтобы она распалась, да, чтобы она лишилась центра, чтобы она превратилась из системы и структуры в резому, да, в нечто, что не имеет центра, да. Значит, сейчас мы последовательно посмотрим два эпизода из финала третьего акта Парсифоля. Это, собственно, большая групповая сцена, знаменитый хор из третьего акта Парсифоля. Хор рыцарей Грааля, которые подталкивают Амфортаса к тому, чтобы в очередной раз, значит, совершить ритуал причастия. И самый финал спектакля, мы посмотрим их последовательно, без перерыва. Вот этот финальный образ распавшегося круга, да, распавшейся кольцевой мизансцены, да, такое колышащееся коллективное тело, герои, которого немножко напоминают, да, как бы люди, которые пытаются нащупать точку опоры в пространстве, да, немножко как эти самые слепые у Брейгеля. Это, конечно, главное событие спектакля и очень сильная, да, очень сильная пластическая точка, которую Черняков ставит в своем Парсифле. Значит, на самом деле этот спектакль можно, конечно, трактовать как, ну, такое произведение в общем вполне, как бы, автобиографического плана, да, по крайней мере, автобиографический подтекст в этом спектакле, безусловно, присутствует, да. Это, как бы, ну, высказывание о наболевшем, да, потому что что такое, как бы, современный оперный режиссер, да, это, конечно, человек, которому приходится волей или неволей иметь дело с какими-то отработанными культурными моделями, да, отработанными художественными кодами, да, которые ему так или иначе, основная его задача, так или иначе, это давать, пытаться давать им новую жизнь, да, переводить в какой-то актуальный сегодняшний контекст, да, как бы переизобретать их заново, да, собственно говоря, то, о чем то, о чем весь Парсифаль. И спектакль, который мы будем смотреть в следующий раз, и о котором мы будем говорить, это Кармен, спектакль, который Черняков выпустит через два года после Парсифоля, на фестивале в Экс-Ан-Провансе, главном оперном фестивале Франции, кульминации французского оперного сезона, да, как бы, некоторая схожесть контекстов здесь, конечно, чувствуется, да, Парсифаль в Берлине и Кармен в Экс-Ан-Провансе, да, это как раз спектакль о том, каким образом сегодня, используя контекст сценической биографии тех или иных произведений, их бытование на сцене, оперный театр может их совершенно неожиданно актуализировать. И самое интересное тут, как бы, заключается в том, что, собственно, что в Парсифале, что в Кармен, вот весь этот, ну, как бы прямой, значит, как бы прямой человеческий сюжет, который режиссером в спектакле выговаривается, он, как бы, становится только лишь одним из планов спектакля, да, и становится только поводом к разговору о той непростой культурной ситуации, в которой находится современный оперный театр и какие выходы из этой непростой ситуации могут быть, значит. Об этом мы будем говорить, мы продолжим и завершим наш разговор в следующий раз, 8 июня. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Есть ли они? Если нет, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!